Добрый день, друзья! Мы продолжаем разговоры о самом главном, что для нас людей является. А главным является не просто дожить до старости безбедно, безболезненно, а главное – обрести себя, познать себя, кто ты человек, и, найдя смысл, стремиться к нему. Вот так я воспринимаю наше с вами общение. В предыдущий раз мы говорили о сердце, о том, что это является главным органом и сосредоточием всего лучшего и высшего, что есть в человеке. Ну, естественно, в нем может также рождаться и прямо противоположное. Так вот, сегодня разговор я хочу продолжить, который тесно связан с ощущением в нас этого дара воспринять своей душой и сердцем того Создателя, который даровал нам само бытие. Если человек ощущает в себе сердце, способное чувствовать красоту, любовь, высшее, что есть в нашей жизни, в нем рождается, пробуждается и рождается и развивается та духовная направленность, духовный вектор, который ведет к Богу. И человек отличается, собственно говоря, этой способностью к духовной жизни, к духовности от всех существ на Земле. Ни один самый совершенный, прекрасный элемент природы, животный мир не имеет такого дара, какой имеем мы. И если с этой духовностью обращаться неразумно, если духовность подменять всевозможными подменами вместо духовности, которая исходит от Творца и является, и он является источником этой духовности в нашей жизни, если ее подменять эмоциональными переживаниями, если подменять ее образованностью или образованием, подменять ее интересом к той стороне жизни, которая часто претендует на духовность, подменять пение, даже книжки, которые мы с вами читаем, подменять стремлениями к тому, чтобы сделать нашу жизнь свету будущим, то такое обращение с духовностью, оно очень жестко расплачивается с нами. Душа человека становится изуродованной, карликовой, немощной, как карликовая береза, или как дерево, которое растет где-нибудь на крыше здания, неукорененна в маленьком слое пыли или земли. Так наша душа обретает такое состояние страдания, да и она, собственно говоря, без настоящей духовности умирает. Стремление и жажда этой духовности на самом деле обладает каждый из нас. Задача только прислушиваться к этому нашему, к нашей потребности, к нашему желанию, искать и реализовывать ее. И в частности, в результате таких поисков духовных, человек, как мы с вами говорили в предыдущих встречах, открывает для себя путь к Богу. И если это открытие, если эта потребность, она перерастает в серьезные отношения, и если она стремится к тому, эта потребность реализовать себя во всей полноте, то у человека возникает желание заключить с источником этой духовности, с Богом, некий союз, завет, как это было в те времена, когда Бог заключал союз с Авраамом, Моисеем, Иаковом. И человек приходит к желанию того, что мы называем крещением. Но, к сожалению, крещение часто воспринимается как некое условие жизни, благополучной жизни, как условие избавления от бед и житейских проблем. К сожалению, крещение не воспринимается как тот завет, о котором я сказал. И поэтому, поскольку сейчас мы стараемся вести разговоры о объяснении, что есть крещение, поэтому я сегодня и касаюсь этого вопроса. «Господь сказал, что тот, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет». Значит, необходимым условием для того спасения, о котором, наверное, мечтает и живает каждая душа, каждого по-разному, является не просто формальное крещение, а необходимое условие уверовать в того, в кого мы собираемся креститься. «Уверовать» – это значит принять дух, который предлагает нам Господь, принять его заповеди, принять его закон жизни, принять и захотеть стать его учеником, последовать за ним. Многие из нас говорят, что «зачем мне креститься, зачем мне ходить в церковь, зачем мне молиться? У меня в душе есть Бог, и этого мне достаточно». А все остальные внешние стороны проявления веры, которыми живут многие, мне и не нужно, может сказать, человек. Но эта позиция такая, как бы начальная, для человека, в его поиске Бога. Крещение – это не заключение формального договора, это не подписание договора, по которому человек обязуется нечто совершать, а Бог каким-то образом за это будет платить. Крещение – это подтверждение, утверждение, готовность следовать за Христом, как ученик следует за Учителем. Это готовность, решимость заключить с Ним договор о единстве, договор о сотрудничестве и сотворчестве, без условия того, что, Господь, я крещусь, а ты мне обязан или должен в результате, или моим детям, или мне, дать здоровье, успех, удачу и вообще благополучие в этой жизни. Тогда это крещение, оно теряет смысл, и, собственно говоря, оно не выполняет ту функцию, которую может выполнить, функцию союзника между человеком и Богом, или, лучше сказать, не функцию, а саму реальность, само состояние. Крещение, которое совершал Иоанн Креститель вначале, перед тем, как он свидетельствовал о приходе в мир Иисуса Христа, он призывал народ креститься в воде в оставлении грехов, в покаянии. И эта традиция водного крещения, она была известна и до прихода Иисуса Христа, и до того крещения, которое совершается уже многие века в христианской церкви. Это крещение, как знак омовения, освобождения от греха, которым живет человек. Но непременным условием такого крещения, даже водного, является покаяние. Иоанн Креститель говорил, покайтесь. Покаяться – это не просто найти грех и пойти о нем что-то рассказать, а покаяться – это повернуть свою жизнь. Вдруг человек почувствовал, что он жив не так, не та цель у него была в жизни, или та цель, которая была, она не принесла ему блага и радости, и она не доставила ему того удовлетворения и того счастья, на которое рассчитана наша душа. И вдруг тогда ему приходит светлая мысль в голову. И тогда вдруг он понимает, что нужно нечто менять в жизни. И вот этот принцип и готовность изменить жизнь, перестроить ее, он и является основой покаяния. Но покаяние во имя Христа, покаяние, крещение во имя Христа и обращение ко Христу – это не просто крещение во искупление грехов, а крещение как заключение завета с Богом. Каждый, кто вступает в таинство крещения, на самом деле принимает на себя такую миссию, согласие дает, готовность принять ту позицию жизненную и тот смысл существования, который предлагает Христос, а совсем не корыстная цель – обрести, получить некую выгоду. Здесь можно спросить тогда, как может последовать за Христом младенец, которого мы с вами крестим. Какой смысл вообще крещения младенческого крещения? Дело в том, что если взрослые люди, родители или крестные, нашли для себя смысл жизни в Боге, познании Бога, радость Богообщения, когда взрослые почувствовали, что жизнь их заключается в отдаче себя Богу, своих сил, времени, здоровья и в служении Богу, и когда они открыли для себя, как радостное явление в жизни, то, естественно, странно оставлять своих детей в стороне от этого открытия. Если взрослые считают, что Господь через их молитву, через таинство, через молитву в церкви дает им то, что мы называем благодатью, если взрослые переживают когда-нибудь эту радость Богообщения, радость покаяния настоящего, то странно лишить этой радости младенца. Да, он не умеет пока еще каяться, да, он не умеет читать Евангелие, но благодать действует не через ум и не через образование, и действует не после какого-то возраста 15-летнего или 20-летнего, а благодать действует через сердце, которое есть у младенца, благодать действует через любовь родителей или крестных, действует через присутствие Бога, Святого Духа в тех таинствах, к которым приступает младенец. Это, что называется, некий смысл крещения младенцев. Они воспитываются, растут, питаются тем Духом Божиим, который приходит к ним в таинство. Конечно, само по себе таинство крещения не обеспечивает жизнь младенца и автоматически не создает в нем душу верующую, благодатную, мирную, добрую, святую. Это начальная стадия, это авансом Господь дает им такую благодать. Если же младенец будет жить в атмосфере своей семьи, которая не общается с Богом, которая не принимает закон своей жизни, закон Божий, то, конечно, крещение останется только в памяти или останется только в виде свидетельства. Естественно, младенец, которому остаются доступны таинства, конечно, он должен жить в атмосфере семьи, которая живет по вере. И неправильная установка, когда взрослые или дети, или взрослые крестя детей идут из соображений, чисто бытовых, ну, чтобы защита была вот так автоматически. От чего? От зла, от болезней. Не будет такой защиты механической, автоматической, потому что Господь действует через любовь и по любви, по вере взрослых и в том числе детей, потому что младенческое сердце может любить и может быть является чистым. И Господь у него действует. А взрослые идут креститься для того, чтобы избавиться от наказания, кто-то крестится, чтобы у него был бизнес успешный. Это все обманчивые мотивы крещения. Они не принесут ни радости, ни успеха. Это некое магическое представление о смысле крещения. Значит, если заканчивать сегодня некий предварительный разговор о смысле крещения, то это готовность следовать за Богом тем путем, которым Он нам открыл. Идите, говорит, тесными вратами в Царство Божие. Тесные врата это врата труда, это усилий, победа над своей немощью и над своей слабостью. Тесные врата это врата подвижничества. А широкие врата, которые ведут в гибель, это путь вседозволенности, это путь устностроенности на благополучное приобретение, на приобретение даров просто лишь потому, что Бог обязан давать нам что-то. Это неготовность отказаться от своего Я эгоистичного, широкий путь это путь желания совместить служение мамонне, то есть жизни сугубо временной, земной, настроенной на цель успеха всякого рода материального, служебного, денежного и в то же время стремление быть глубоко верующим. Такого не бывает. Господь сказал, что Царство Божие, то есть само спасение, Богообщение достигается только вот этими тесными вратами, через которые мы должны проходить и которые обозначены нашими молитвенными усилиями, нашим служением миру, добру, любви, преодолению своих страстей и грехов. Это создает возможность на этом пути очищения и служения добру, очищения от зла, возможность встретиться с Богом и действительно обрести то царство благодати и любви, которое Господь и называет Царством Божиим. Состояние близости с Богом, состояние единства и взаимопонимания с Ним. Это и ведет нас к спасению от зла. Как спасение осуществляется и зачем оно нам нужно, мы можем поговорить в следующей нашей встрече. Так что предлагаю, советую, призываю к крещению относиться более обдуманно, более взвешенно, разобравшись в том, что это такое, мы с вами постепенно будем разговаривать о символе веры, который должен знать каждый верующий и крещающийся. И постепенно будем знакомиться через символ веры, обо что же веруем мы с вами. Потому что вера наша должна быть не слепой, но просвещенной. Аминь.